Ветер Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И Голгофа завет крови, Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой И услышу твои слова, Ждал я тебя, В нашей жизни любая беда, Словно в море крутая волна, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И Голгофа завет крови, Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой И услышу твои слова, Ждал я тебя, Укрепившись любовью Отца, Верой в жертву Иисуса Христа, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И Голгофа завет крови, Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой И услышу твои слова, Ждал я тебя, Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая вода, И Голгофа завет крови, Верен ты, упованье мое и покой, Я однажды вернусь домой И услышу твои слова, Ждал я тебя, Евангелие от Иоанна, 6 глава, начиная с 14 стиха, с 15 стиха, извините, по 21 включительно. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Камернаум. Становилось темно, Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывая около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, это Я, не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Аминь. На этом самом море Иисус Христос в свое время спал. Затем, спустя некоторое время, Иисус Христос по этому же самому морю пошел пешком. И ученики в первом и во втором случае очень напугались. В одном случае они напугались, увидев его спящим и никаким образом не реагирующим на то, что происходит на море. И во втором случае они вдруг увидели тот, кто некоторое время тому назад спал на этом море, сейчас без всякой проблемы ходит по этому морю. И одно и другое событие, оно как бы выходит из рамки обычного человеческого представления. Вообще, когда вам грозит опасность, очень мало людей во время опасности способны спать. Надо иметь очень крепкие нервы или абсолютно затуманенный разум, чтобы спать в это время. Или быть настолько обиженным на что-то, в частности на свою жизнь, на свое предназначение, например, как иона в свое время, чтобы уснуть и благополучно спать, когда бушует. Американский исследователь, который жил в 19 веке, Томпсон, поехал, он был исследователем и путешественником, это глубоко верующий христианин, и он поехал посмотреть места, где жил Иисус Христос. И события, которые развиваются в Евангелии, он хотел увидеть в настоящей жизни. И вот он в своей книге описывает свое наблюдение Генисарецкого, или как сегодня Андрей рассказал все названия этого озера. И он говорит, что на протяжении трех дней мы остановились на берегу Генисарецкого озера. Говорит, такого ветра я никогда не встречал, такого сильного ветра. По сегодняшний день в этом месте дуют настолько сильные ветры, что он говорит, те палатки, которые мы установили, в некоторые времена нам приходилось по два, по три колышка забивать в землю, а затем всем своим весом ложиться сверху на палатку, для того, чтобы ее не унесло ветром и наши вещи вместе с ними. Говорит, ветры образуются из-за гор, которые окружают это озеро. И сквозь ущелья этих гор прорываются северные ветры. С южной стороны они сталкиваются с южными ветрами. И когда эти два ветра или два разных потока ветров сталкиваются друг с другом, создают огромные волны. Иногда до такой степени большие, что таким огромным волнам мог позавидовать бы даже океан. В общем, вот такое это море. И вот на этом море происходит вот это событие, которое мы сегодня читаем, которое является продолжением нашего исследования Евангелия от Иоанна. Хочу напомнить, что евангелист Иоанн пишет все свое Евангелие для одной определенной цели. Помните, какая? Для того, чтобы укрепить веру в верующих людях или в тех, у кого ее нету, чтобы она появилась. И для этого он использует несколько разных событий, несколько вещей, которые названы чудесами. Это одно из восьми чудес, которые описываются в Евангелии от Иоанна. Это чудо, когда Иисус Христос в человеческом теле, в человеческом образе ходит по морю. Эта история рассказывает, что ветер был противный. Буквально это означает, что лодка не могла двигаться под парусами. Обычно в те времена лодки снаряжались парусами. И тогда, когда лодка двигалась под парусами, для этого необходимо, чтобы ветер был попутный. Когда Писание использует ветер противный, это означает, что не было попутного ветра. То есть ветер дул им навстречу, и нельзя было поднять паруса. Для этого надо было работать веслами. Поэтому ученики в данном случае очень усердно работали веслами. Они плыли, они выбивались из сил. Им надо было очень и очень много прикладывать усилий для того, чтобы справиться с волнами. Ну давайте, стих за стихом. Я умышленно начал с этого текста, потому что этот текст является связующим между предыдущей историей. Как вы помните, предыдущая история – это чудесное умножение хлебов. И в прошлый раз, когда мы говорили о предыдущей истории, я говорил, что по сути Христос сотворил хлеб, Христос сотворил пищу. Он показал себя как Творец, Он показал себя, что Он является тем же, который был в первой книге Бытие, в первой главе к первой книге Торы, то есть в Бытие, когда Он говорил и становилось так. Он сказал «Да будет свет» и стал свет. Он сказал это и стало это, Он сказал это и стало это. Он сказал «Хлеб» и стал хлеб, Он сказал «Рыба» и стало рыба. За этой историей сразу же следует другая история. Если почитать внимательно других евангелистов, которые описывает Матфей и евангелист Марк, они добавляют некоторые детали в эту историю. Например, они добавляют о том, что ученики сели в лодку не по доброму желанию, а Христос их заставил, Он понудил их, Он сказал «Вы идите». Более того, евангелисты добавляют, что Он заставил их сесть в лодку тогда, когда еще много людей было. Иисус Христос продолжал разговаривать с людьми и распускать людей. Вы знаете, очень интересная деталь. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, что Иисус Христос заставляет учеников сесть в лодку в один определенный момент, а сам остается с людьми и потом быстро уходит из их присутствия. Дело в том, что это толпа людей, которая получила обедное удовлетворение, или хороший ужин, хороший обед получила. Они захотели Христа сделать царем. Похоже, что ученики тоже самое были склонны на эту сторону, что они бы присоединились к толпе людей для того, чтобы сделать Христово царем. И Христу необходимо было оторвать учеников от влияния толпы. Я хочу вас спросить, братья и сестры, помните эти моменты в вашей жизни, когда влияние толпы сказывалось каким-то образом на поведении и на мышлении? Когда нам хотелось, мы в обычной жизни бы так не сделали, или в другое время бы так не сделали, но из-за того, что большая группа людей или большая толпа как бы что-то диктовала, что-то говорила, мы вдруг постепенно начали склоняться на ту сторону. Есть те моменты, когда Господу необходимо оторвать нас от влияния людей. И мы иногда не понимаем, Господи, почему Ты вдруг берешь нас с обычных нормальных обстоятельств, когда все хорошо, нормальный, сытый, здоровая обстановка, все уважают Тебя, более того, хотят сделать Тебя царем, и Ты вдруг нас берешь, посылаешь, понуждаешь, заставляешь, чтобы мы пошли в бушующее море. Это необходимо было для того, чтобы они не слились с этой толпой, для того, чтобы их мышление осталось незагрязненным желаниями толпы. Это происходит и в наше время. Господь остается вчера, сегодня и вовеки тот же. Он точно так же поступает с нами сегодня. Иногда Он отгораживает нас от каких-то обстоятельств, и мы не понимаем, почему это произошло. Вторая вещь, которая очень интересна в 15 стихе, написана о том, что Он сам захотел удалиться от них, потому что Он узнал их намерения. Когда мы узнаем намерения других людей, чтобы нам дать власть, дать честь, оказать сугубое уважение и так далее, то есть немножко возвысить. Вы часто бежали от того, когда вас начинают гидравлически поднимать вверх? Иисус Христос бежал от этого. Написано о том, что Он был кроток и смирен. Он не посчитал хищением быть равным Богу. То есть Он унизил себя до такой степени, чтобы Он был доступен. Он жил в обычных человеческих условиях, достаточно скромно. Написано о том, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сыну человеческому негде преклонить голову. Это скромность нашего Господа, которой, кстати, Он призывал и учеников своих. Этот стих является переходным между одним чудом и между другим чудом. И он показывает на самом деле характер Господа и отношение Господа к Его ученикам. Этот же стих говорит, что Он опять удалился на гору один. Другие евангелисты добавляют, что Он удалился на гору не просто для того, чтобы удалиться. Он удалился для того, чтобы там молиться. Братья мои, сестры, не знаю, может быть, на этом стихе и стоило бы закончить все, всю проповедь. Потому что это один из самых важнейших моментов, тогда, когда вокруг кажется, что все хорошо, когда вокруг кажется, что все здорово, когда все тебя воспринимают, когда ты на высоте находишься. В этот момент я знаю точно, что немногие верующие удаляются для того, чтобы помолиться. Иногда нам не хватает просто мудрости для того, чтобы избежать вот таких сложностей. Мы поддаемся им. Христос написано, что Он не просто удалился от этого всего, Он пошел черпать силу у Бога. Знаете, я, изучая то, что касается жизни Иисуса Христа, заметил одну интересную вещь, что Иисус Христос очень часто в своих речах говорил, «Не пришел мой час, не для этого часа я пришел, еще не настал мой час, для этого часа я пришел». В конечном итоге Он говорит, «Совершилось». То есть, сделалось все, для чего я пришел. Иисус Христос был сфокусирован на цели, которая была поставлена перед Ним Богом. Кстати, все верующие люди говорят, что Бог каждого из нас призвал для какой-то определенной цели. У каждого из нас есть определенно, четко Богом поставленная цель, поставленная Богом задача. Во-первых, надо знать эту задачу. Но если мы знаем свой дар, знаем свою задачу, второй вопрос возникает, насколько правильно мы относимся ко времени, именно к своей задаче, к тому, чтобы выполнить свое служение, потому что отчет мы будем отдавать за свое служение. Для того, чтобы нести Божье служение, нам необходимо очень часто быть наедине с Господом. Я знаю точно, что многим современным христианам не хватает именно этого, быть в общении с Господом наедине. 16 стих. «Когда настал вечер, то ученики Его сошли к морю». Я уже говорил, в других евангелистах написано, что Христос понудил их, то есть Он заставил их, чтобы они пошли к морю. «И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум». Дальше евангелист Иоанн описывает, что это происходило вечером. «Уже настал вечер, уже стало темно, и вот в темное время суток они поплыли по озеру». Знаете, плыть по озеру в темное время суток я пробовал. Даже если тебе очень знакомо озеро, очень опасно плыть. А когда шторм на озере, вдвойне опасно. Но учитывая, что ученики были не новичками на озере, то есть обычно рыбаки в те времена, и в настоящее время обычно идут ловить рыбу по ночам. Почему-то рыба по ночам лучше ловится. В общем, они были знакомы с ночным временем. Но моряки не выходят в море тогда, когда шторм приближается, так как все ученики были моряками, то есть они как бы различали время. Христос их заставил. Евангелисты другие так и говорят, Он заставил их, Он понудил их. Их надо дать должное ученикам. Они были послушны Господу. Ученикам нужно отдать должное. Они были послушны Господу. И вот они поплыли. Вероятно, Господь им сказал, Вы идите, я вас догоню. Скорее всего, что они думали, что Он на другой лодке приплывет. Петр и все остальные ученики вошли в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, я читаю 17 стих, а Иисус не приходил к ним. Первое, о чем я сегодня хотел с вами поделиться, это тем, что Иисус Христос был смиренным. И смирение пред Господом всегда очень ценно. Второе, это то, что мы сталкиваемся, как ученики Господа, точно так же, как Его ученики, кто были в то время, сталкиваются с трудностями. Господь не обещал следованию за Ним, что не будет сложностей, не будет трудностей. Более того, как я уже говорил, что Он понуждает иногда нас делать какие-то вещи, которые нам кажутся, с нашей точки зрения, нехорошими и неправильными. Или тяжелыми, как минимум, кажутся. Не по силу нам. Писание здесь говорит, что становилось темно. Вы знаете, тогда, когда вокруг становится темно, и ты ждешь кого-то, а уже темнеет, а его нету. Ты думаешь, ну что за человек такой, вот сказал, а нету. Ученики, похоже, что примерно так думали о Господе. И знаете, я не без оснований об этом говорю. Потому что, например, евангелист Марк говорит, подводя итог вот этой истории, Он говорит, что Он сказал им маловерные. Неужели предыдущее чудо никаким образом вас не впечатлило? Они видят одно чудо за другим чудом, но в конечном итоге у них вера не появляется. Становилось темно, а Иисус не приходил. Дальше усугубляется все, и написано, что дул сильный ветер, и море сильно волновалось. Мне нравится язык Библии. Дул сильный ветер. Сидя в этом здании, Андрей уже говорил, ветер как бы так, не особо, да, печалит нас. И море волновалось. Слово русское волновалось, ну так, ну для меня во всяком так звучит, да, то есть, ну волнуется. Другие евангелисты пишут, что оно штормило. Оно штормило до такой степени, что им становилось страшно. Волны были очень большие, и лодку бросало вверх и вниз. Ученикам становилось страшно. Ветер дул сильный, море сильно волновалось. Проплывая около 25 или 30 стадий, они вдруг, следующее, увидели Иисуса. Вот я читаю в этот тексте, море волнуется, штормит, и они вдруг увидели Иисуса. Если бы вы увидели Иисуса, вы же помните, что было вчера? Накормил вас, напоил, понудил в лодку. Они же точно знали, что Иисус, как они могли бы написать, что увидели Иисуса, если это был бы не Иисус? Но они же знали, Иисуса увидели. Увидели Иисуса и возрадовались радостью великою. Увидели Иисуса, приближающегося к лодке, и испугались. А чего испугались? Ну, Иисуса-то увидели. Ладно, если бы мы сегодня увидели Иисуса, которого только по наслышке знаем, по вере знаем. Ну, может быть, как бы больше понятно было, что испугались. Они-то видели Его буквально накануне вечером, Он их заставил в лодку зайти. Они точно видят, Иисус приближается. Другие евангелисты говорят, они подумали, что это призрак. То есть у них немножко суеверия еще было. У вас ли есть вера Божья, если вы верите в Господа, верите в Иисуса Христа, чего вы боитесь Его? Я знаю, почему они боятся. Потому что идет по воде. По воде, то если вы тоже увидите человека, что идет по воде, вы начнете потирать глаза и думать, а что же происходит? По воде пошел. Что это такое? По воде идет. Знаете, это второе чудо, как раз здесь его корень. Здесь суть чуда заключается, что тот, который создал море, создал законы, по которым действует море, был способен отменить эти законы для того, чтобы они подчинились своему Создателю. Если в предыдущем Иисус Христос был проявлен как Творец, который создал из ничего хлеб, который сотворил хлеб, в этот момент Иисус Христос проявил себя как законодатель. Проявил себя как тот, который сотворил законы, и которому эти законы подчиняются. И он может их отменить, он может их перенаправить в другое русло. Законные природы подчиняются своему Создателю. 20 стих написано, «Но он сказал им, это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыла. Кстати, некоторые исследователи говорят, что когда они приняли его в лодку, потому что другие евангелисты именно так говорят. Кстати, здесь еще, помните, Петр захотел выйти погулять по воде, пройтись по воде. И интересно, что Иисус Христос говорит, «Пошли, выходи!» Вот смелый. Вышел и пошел. Представляете, сколько удивлений у учеников было? Смотрят, и Петр пошел. Но у других не было желания. Никто из них, больше другой нет. И Петр прошел, неизвестно сколько, но какое-то время прошел. Прошел, и как посмотрел, а волны-то большие, а ветер-то сильный, и Господь. И он начал обращать внимание на окружающие обстоятельства и начал тонуть. Братья, сестры, в следовании за Господом есть такое выражение, держать взгляд пристальный на Господа. В бушующем море, тогда, когда все бушует, вера является вот тем средством, который помогает держать пристальный взгляд на Господа. Я когда-то, много лет назад, работал в цирке. Нет, строителем, не тем, кем подумали. И вот, когда заканчивали строительство этого здания, тренировались канатоходцы. Цирк был очень высоким в Кишиневе цирк. Такое новое, большое здание было по тем временам. Тренировались канатоходцы. И мы обедали, и видим человек такой, ну, стройный достаточно. Спрашиваем, слушайте, а вы что, тоже ходите по канату? Он говорит, да, хожу по канату. Такой разговорчивый дядька попался. Ну, и нам интересно, молодые ребята, слушайте, как вы ходите по канату? На такой высоте и не страшно. Он говорит, почему не страшно? Страшно, всем страшно. Я говорю, ну, как вы ходите по нему? Он говорит, что самое главное не смотреть под ноги. Я говорю, куда? На цель. Канат натянут прямо. Смотри только туда, где он привязан. Глаз должен, прицелен к цели. И все. Вот об этом идет речь здесь. Петр начал тонуть, потому что оторвал взгляд от Господа. Кстати, все наши сложности в жизни, которые происходят, и почему мы попадаем в депрессивные состояния, в различные трудности, переживания, потому что оторваем взгляд от Господа. Начинаем обращать внимание на окружающие обстоятельства, на волны, которые вокруг нас. человек потерял работу и начинает фокусироваться на том, а завтра, если я не получу работу, у меня начнутся серьезные сложности. Послезавтра мне нечего будет кушать. Через месяц мне придет с банка письмо о том, чтобы выселиться из дома. И через три месяца я буду бездомным, безработным, голодным и бомжом. Человек уже себе нарисовал, кто его знает что. По сути, у него еще есть что кушать, еще дом есть от банка, еще письмо не пришло и может быть вообще не придет. То есть завтра он может получить работу и так далее. И многие другие обстоятельства. Точно так же можно разрисовать. Говорят, что вообще 90% всех забот, которые нас тревожат, под собой не имеют никакого основания. Только из 10% 6% забот имеют под собой основания, о которых мы в той или иной мере можем переживать. Представьте себе, если бы вы сегодня список ваших забот и переживаний составили, сколько из них не имеют под собой никакого основания. Акцентировать свое внимание на волнующееся море, это с точки зрения Писания неправильно, потому что есть Бог, который сотворил нас. Есть Бог, который говорит, что птички небесные питаются, и они их заботятся, Отец небесный. А вы дороже маленьких птичек, вы дороже цветочков, вы дороже всего Божьего творения. Поэтому, если о них, Господь печется, не позаботится ли о нас? Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы наша вера в Господа на самом деле крепла. Она не должна быть фанатичной, но она должна быть реалистичной, должна быть построена на том, что Господь является тем, который из ничего может вызвать что-то. Господь является тем, который может повелеть, и это может случиться. Он создал законы природы и является тем, который управляет этими законами. Пусть Господь прославится в том, чтобы наша вера в Него укреплялась, и чтобы мы по-настоящему были людьми верующими. Питались Господом, жили Господом и возрастали в Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова